На какие риски идут казахстанские мигранты Чтобы работать на южнокорейских заводах и фабриках Тяжелая, грязная работа Сколько зарабатывают От 2000 долларов Иллегально это значит, что человек лишенный всех прав Привет, это Айран Сегодня поговорим о казахстанских трудовых мигрантах в Южной Корее Зачем туда едут? Почему именно в Корею? Сколько зарабатывают и в каких условиях живут? Ведь известно, что большинство казахстанцев там нелегалы Что грозит тем, кто попадется за незаконное пребывание в стране, тоже обсудим А вы пока подпишитесь на канал, у нас интересно О том, как казахи хотят попасть в Южную Корею и на что готовы Можно судить по недавней истории в аэропорту корейского города Инчхона Двум казахстанцам отказали во въезде страну Но возвращаться на родину, те не хотели Избежали прямо из терминала, в котором ждали депортации 이준엽 기자가 취재했습니다 경찰관들이 편의점을 향해 다급히 뛰어갑니다 Казахстан인을 검거하기 위해서입니다 Одного беглеца вскоре задержали, за вторым гонялись три дня В итоге он сам сдался местной полиции За незаконное пересечение границы им теперь грозит уголовное наказание На какие еще риски идут казахстанские мигранты, чтобы работать на южнокорейских заводах и фабриках? И почему именно эта страна стала так популярна для рабочих иностранцев? По данным нашего МИДа, сейчас в Южной Корее находится около 8 тысяч нелегалов из Казахстана Привлекательной для работы эта страна стала с 2014-го Тогда Казахстан и Корея ввели безвизовый режим Правда, действует он только месяц Дальнейшее пребывание казахстанцев там незаконное Однако это не пугает тысячи наших соотечественников Которые готовы ютиться в десятером в крошечных квартирах Скрываться от местной полиции и работать без выходных в цехах и на полях На что еще готовы пойти казахстанцы, чтобы жить в стране кей-попа, дарамы и рамена? Об этом поговорили с нашими ребятами, которые несколько лет работают там, чтобы кормить свои семьи здесь, в Казахстане О том, как Южная Корея вырвалась в топ стран для трудовых мигрантов со всего мира И почему сами корейцы не хотят работать на своих заводах Обсудили с экспертом-корейведом Германом Кимом О том, как я участвовал. Она очень подходит ночью, радостно его искать во время и в Киеве. После этого я работал на рыбоку. Я работал в Киеве после 3 лет назад в Киеве. На Тьявке Я работал так и в Киеве иTodara. В jonоке я работал в Пиеве. Здесь нет я работал до конца, которые я работал в Киеве. Продолжение в Киеве и Иностранных стран. Здесь люди приходили в Киеве. В Киеве есть свои работы. Продолжение следует... Легкая работа. Это... Общаясь с другом, он сказал, типа, есть вариант в Южной Корее. Я подумал, почему бы нет? Почему бы не попробовать свои силы? И вот уехал в Южную Корею. У меня просто зарплата плюс бонусная система от 2000 долларов. Вот. Примерно. И там, смотря сколько там времени работаю, сколько дней работаю, от этого все зависит. Вот. Такая вот зарплата. Ну, по идее, хотелось бы сказать, люди, которые сюда едут, считают, типа, вот столько заработать, столько и буду копить. Ну, здесь нельзя забывать, что здесь жить не так уж дешево. И так, такие же там социальные проблемы есть, типа, платить за аренду, там, жилье, медицины. Все может произойти, поэтому так, по идее, да, хватает. Вообще, эта программа привлечения иностранных рабочих началась, ну, лет 25 тому назад. Это мы, казахи, стали уезжать последние, там, ну, не знаю, 10 лет. А до этого ездили, там, из Юго-Восточной Азии работать туда. А вот почему в Корею все-таки едут люди ведь зарабатывать туда, зарабатывать, да? Ну, деньги не всегда нужны, и всем нужны. Да, иногда бывает, что, ну, есть острая необходимость, да, вот нужно, там, кредит погасить, сына, там, женить, допустим, да, или оплатить за учебу, или долги какие-то закрыть, да? И тогда люди, вот, считают, что, да, в Корее можно достаточно быстро заработать деньги, да, если много работать. Но дело в том, что если бы у нас такие возможности были бы в стране, то люди бы не уезжали. То есть много работы и зарабатывая много денег, да, без выходных, без проходных, без праздников, ты только, главное, работаешь, 12 часов работаешь, 15, ты будешь зарабатывать, допустим, 3000 долларов. Значит, поскольку таких возможностей в стране нет, вот эти вот обстоятельства, они выталкивают из страны. Вы уезжаете, уезжаете в другую страну, где можно заработать деньги. А в Южной Корее нужны вот такие вот рабочие, да, низкоквалифицированные. Хотя многие наши люди едут вполне грамотные, даже с дипломом колледжа, университета, да, они очень грамотные. Но они там вынуждены работать на низком такой, ну, скажем, квалифицированном труде, где не нужны их, в общем-то, знания, там просто нужна механическая работа, как робот, да, это обычная, тяжелая, монотонная, трудная, грязная даже. В некотором смысле даже и опасная, говорят, работа. Но, правда, я думаю, что сейчас уже условия труда такие, что если соблюдать правила техники безопасности, то особой опасности не представляет тот труд, который выполняет наш этап. То есть либо на полях, либо на фермах, либо на заводах, либо каких-то мастерских, где все это штампуется. Пожақта жұмысты мен таныс арқылы тапты, кәзіргі степ жатқан жұмыстың, мол, автомобильный завод, автомобильдің, ия кеандай деталлерін дасайын. Жұмысты уақыты кәзіргі заводында сейгісті ағат жұмыд, таңғы жеттен басталад, үш күріқта аяқталад сейгісті ағат. Бірақ кейде Чаноп деген бар, Чаноп бұл, бұлайшетманды сферпуройчынай работа дедау Кореяда. Работа у мене, я работаю на складе. Работа обычная, просто типа принял тавар, отправил тавар. Работу нашу, как и все. Ну, пойди, я через знакомую нашу. В Южной Корее нахожусь 4 года, за 4 года я поработал почти везде, где, возможно, ну, там и стройка, и заводы, ну, даже в фильме попробую посниматься в кастингах. Много чего бы успел попробовать в Южной Корее. Если честно, в Южной Корее, если голова работать, если язык хорошо знать, можно много где бы успеть поработать, поискать себя. Не обязательно в одном месте втыкаться, уставать, свое здоровье тратить. Надо всегда искать ту работу, где тебе нормально платят, нормально относятся. Если это не сочетается, лучше не стоит в таких месяцах работать. График работы 5 на 2, с 10 до 7. Иногда, конечно, бывает, типа, дополнительные часы работы, это смотря от объема, примерно зарплата от 2000 долларов и выше, потому что это от объема работы зависит. То есть работают там, где требуются вот такие вот неквалифицированные работники, да? Обычно это разные предприятия малого и среднего бизнеса. Это не крупные предприятия, это не концерты какие-то, это не современные производства. Или это, скажем, вот такая легкая перерабатывающая в сфере, скажем, пищевого производства. Очень много, допустим, работает там, что ощипывает там куриц каких-нибудь, да, и так далее, и так далее. То есть в любом случае эта работа не привлекательная для местного населения. Ну да, еще строительство, безусловно, строительство. Это вот третья отрасль, где много занятых. То есть они выполняют на строительстве тоже такую неквалифицированную. То есть это не отделочная тонкая работа, да? Хотя некоторые, которые обучаются, конечно, могут класть и плитку, там и сантехникой заниматься. Но в основном это принеси-вынеси, бетон, это кирпичи, клади и так далее. Потому что местное население не хочет выполнять эту работу. Они уже в свое время выполняли. Корейцы 20 лет тому назад в Америке, в Германии, в Японии тоже на шахтах работали. И все любые работы выполняли тоже, когда нужно было в свое время. Америку, в Биетнам, Камбоджи, Демабурят. Да, и раньше я не знаю. Но alongside их больше. Так я не знаю. Сейчас яlier. Продолжение следует... 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 А, правительство Кореи, как и правительство вообще-то многих других стран цивилизованных, они позволяют нарушителям, те, которые не нарушили закона в целом, то есть никогда не были задержаны полицией, за ним нет там краж в магазине или там еще что-нибудь, или еще что-нибудь. То есть в полицейских записях этого человека нет. Тогда раз, скажем, в год, иногда там в два года, то есть каким-то перерывом, объявляется так называемая амнистия. Амнистия для нелегальных. То есть и дается коридорчик временной. Вот в этот коридорчик нужно выехать. Если человек идет добровольно в это время и вылетает, ему ничего не будет. Например, по срокам, сколько ты там был нелегал, если, скажем, и назначается штраф. Штрафы при выезде, то тогда получается, что человек, ну вот, что заработал, все может заплатить за славу. В противном случае это может быть вплоть до заключения, да? Лишение свободы. В противном случае это может заплатить за славу. Во-первых, здесь законы работают. Во-вторых, здесь все упорядочено. Люди четко в очередь становятся. Все продумано. Но к этому надо привыкать, потому что вначале было очень сложно. С едой, с культурой, с людьми, к запаху. К многому чему приходится адаптироваться с нуля, потому что это другая культура, другая жизнь, другой мир. Типа мы с одной стороны, мы все казахи, мы наоборот друг друга поддерживаем. Неважно, ты хоть легально находись, хоть нелегально находись. Все равно земляк есть земляк. Как говорится, мы не знаем, мы всегда друг другу помогаем. Если кто-то тут болеет, собираемся помочь собрать на лечение. Если кто-то там умер и не может его тело вернуть обратно в страну, тоже все. Все собираемся, кто здесь находится. Все максимально по копейке, по копейке. Мен осы 3 жилда Кореяда жұмыс дейінде. Мақсаттар ма жеттім, десем, буады. Сейдб осы 3 жилдың ішінде апешешеме көмектестім. Ийде жіберпі тұрдым. Судан кейін депозит-қақша жинапшын стройға квартира сатыбалдым. Осы жылы Кунаев қаласынан квартира сатыбалдым екібер мере. Жағынан қандыр қазақстанға барғандаң не естейм деген ой мазалай дәлі де. Күшкене үмкін жинау керек ақша. Бірағанды берді та келесі жылы деп отыр. Сәне осы ақшамды жинава бейінес қамалысын дай. Иткені сағымдың өттеп қатты афрамдамды бәрін сағымдың. Я семер старшы, ау бізді за мүй дес. Мама, сестерінка, за ними надо, как говорится, им помогать надо. Я ж не бесплатно жылу. Месе свои затраты, квартира, свои затраты. Слава богу, сейчас купится. Надеюсь, иншаллах, что получится такую одну большую покупку сделать. Надеюсь, иншаллах, куплю себе дом. Планах есть пока еще здесь погодят, потому что... Сейчас в процессе обучения языка, повышения уровня языка. Хотел бы сказать, если у вас есть деньги, возможность больше 2 миллионов тенге поехать за границу, лучше постарайтесь вложить в себя, потом сделать у себя. Если не получится, только тогда. И не берите в долг, в долг езжайте за границу. Брать кредиты, чтобы купить билеты и приехать на Вабанк. Если не пропустят, то кредиты на тебя остаются. Лучше не стоит так делать. Лучше езжайте на свои деньги, а не на черные деньги. Ну, сейчас мы как раз-таки ведь находимся на рубеже, да, на рубеже таких больших перемен. Ожидаем то, что было декларировано, обещано, сказано нашему народу, да, и главой государству. И все повторяют, мы строим новый Казахстан, мы строим справедливый Казахстан. Вот именно справедливый Казахстан, справедливое государство. Это такое государство справедливое, когда человек работает и получает по труду. Вот человек, который хочет заработать и готов трудиться, и сильно трудиться, пусть и не будет возможность заработать эти деньги. Тогда никто никуда от себя не поедет.